Привет, ребятки! С вами снова я, Марина Марсо. Сегодня в Петербурге состоится 14 этап Кубка России по классическому ралли. Естественно, я не могла пропустить это мероприятие. На самом деле не буду лукавить, я здесь не для того, чтобы смотреть на гонки. Дело в том, что многие мужчины не верят в подлинность моих действий. Пишут, типа, вот, девчонка угоняет автомобили, да, наверное, всю неделю снимали и бла-бла-бла. Поэтому, special for you, на глазах всей толпы я продемонстрирую три варианта угона Kia Rio. Все начнется с минуты на минуту, люди уже собираются. Я закреплю камеру так, чтобы вам было все хорошо видно. Держите за меня кулачки, я немножко волнуюсь. Итак, наша автозлодейка взламывает замок водительской двери с помощью проворота, силой прокручивая его в стылиндре замка. При этом замок ломается, и она легко попадает в салон автомобиля. Теперь она открывает капот, чтобы добраться до заводского блока управления двигателем. Блок легко отключается от разъемов и меняется на свой, благодаря которому деактивируется штатный иммобилайзер, чтобы завести автомобиль без родного ключа. Обратите внимание, в руках угонщицы чип иммобилайзера, который заранее прописан в поставленный контроллер. Данная связка позволяет завести машину тем же проворотом, которым был сломан замок двери. Буквально пара движений и все, машина может ехать. Весь угон занимает около двух минут. А сейчас Марина с помощью код-граббера перехватит сигнал брелка сигнализации. Как только хозяин ставит машину на охрану, код-граббер перехватывает код. Теперь можно легко открыть и снять автомобиль с охраны. Этот метод проникновения в салон автомобиля не требует взлома дверного замка. Теперь угонщица подключает заводинку к диагностическому разъему и прописывает свой чип в штатный мобилайзер автомобиля. Остается только свернуть замок зажигания, тут даже не придется забираться под капот. Все, машина завелась. Такой угон обычно занимает менее минуты. Следующая машина защищена специалистами угона НЕТ. Благодаря криптостойкой автосигнализации, установленной на автомобиль, невозможно перехватить сигнал код-грабберу. Поэтому угонщица пробует свернуть замок. Однако даже со сломанным замком дверь не открывается, так как дополнительно установлены дверные блокираторы. Теперь с помощью индикатора поля Марина пробует обнаружить спутниковую сигнализацию, чтобы заглушить ее. Глушилка не даст охранной системе передать сигнал на телефон водителя. Гроня пленка на стеклах не дает разбить окно с первого раза. Однако все-таки поддается. Но попытки открыть капот заканчиваются неудачей, так как установлены замки капота. Даже ломом скрыть капот не получится, как бы сильно не старались угонщики. Последняя попытка утащить машину на тросе. Но тут срабатывают пиропатроны, привлекая внимание окружающих к угону. Злодея бросают автомобиль, и машина остается у законного владения. Как мы видим, закрыто максимальное количество рисков перед различными способами угона. Это заслуга комплексной защиты, где каждое противоугонное устройство дополняет друг друга. Ну что ж, как вы видели, первый автомобиль поддался мне легко. Со вторым возникли небольшие сложности. Третий автомобиль мне вообще не удалось угнать, так как он был оборудован охранным комплексом. Про который я обязательно расскажу в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на канал, в комментариях пишите свои вопросы и пожелания. С вами была Марина Марсо, агент угона нет. Берегите себя и свой автомобиль. Моя жертва сегодня Киа Рио. Кстати, вот она. Всегда так нервничаю. Угон дикий адреналин. Вроде бы знаю, что машина моего знакомого, но руки трясутся. Третий автобус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.